С приходом весны люди все чаще стали пользоваться электросамокатами. Ежегодно в правила пользования индивидуальным средством передвижения носятся коррективы. 2024 год не стал исключением. Совет Федерации России доработал законопроект о регулировании движения электросамокатов, включающий дополнение кодекса об административных правонарушениях. Изменения коснутся наложения наказания за управление средствами индивидуальной мобильности в состоянии опьянения, нарушение требований к перевозке пассажиров и грузов и превышение скорости при вождении. Отдельно в законопроекте будет говориться о нарушении правил дорожного движения водителям электросамокатов в процессе передвижения. Ввели ограничения, а именно скоростное ограничение. Теперь, независимо от мощности того или иного арендуемого самоката, везде стоят ограничения скорости, что, на мой взгляд, хорошо повлияет на, в целом, дорожное движение и контроль, соответственно, за самокатчиками. Ввели возрастное ограничение по использованию средств индивидуальной мобильности. В России первые сервисы по обслуживанию и предоставлению электросамокатов появились в 2018 году. Общество тепло приняло нововведение на дорогах, ведь, как известно, электрический самокат является экологичным средством передвижения, не производящим выхлопных газов. Однако, с каждым годом случаи дорожно-транспортных происшествий, связанных с индивидуальным средством мобильности, участились. Поэтому отношение людей к таким устройствам передвижения нельзя назвать однозначным. Мне они очень нравятся. Но единственная проблема, то, что это очень опасный транспорт, особенно в такую погоду. Их уже в нашем городе, ну, поставили, везде стоят. В такую погоду очень опасно кататься. Опасно не только тому, кто катается, но и тем, кто передвигается. Я отношусь к электросамокатам отрицательно, потому что от них очень много травм, по сути. Они опасны для здоровья. В целом я положительно отношусь к электросамокатам, потому что они выполняют функцию переместиться из точки А в точку Б, особенно в центре. На машине ездить как бы не вариант, потому что парковочных мест даже можно посмотреть тут. Их толком нету. А на самокате можно быстро и дешево добраться до цели. Передвигаться на электросамокатах удобно и быстро. Но не стоит пренебрегать правилами дорожного движения для личной безопасности и окружающих. Максимальная скорость на индивидуальном средстве мобильности не должна превышать 25 км в час. Устройства должны быть установлены необходимые атрибуты транспортного средства. Движение необходимо осуществлять единолично, а детям до 7 лет перемещаться разрешено только в сопровождении родителей. В наши дни электросамокаты набирают все большую популярность. Поэтому, передвигаясь по тротуарам, будьте бдительны. А используя средства индивидуального передвижения, не забывайте о правилах безопасности. Анастасия Чуняева, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.